Ивану Владимировичу Калинину Доклад он назвал Денис Брокетт, французский садовник Петра I, честь графа Воронцова. Я добавил от себя происхождение «Смея потолще». Пожалуйста. Отлично. Всем добрый день. Название моего доклада уже озвучили. Но действительно касается Дениса Брокета, это по-русски. А по-французски тема звучит так. Денис Брокетт, жардинер французский, Токер-Легран, Эбопер. Текомфу Ронцова. То есть, тесть графа Воронцова. И то, что прибавил Игорь Васильевич, это оригин, фамилий или десендарь. Что меня побудило, вообще заинтересовало этой темой. Дело в том, что мой трижды прадед Павел Алексеевич Киткин, а его мамой была Ронцова Левзалета, у которой отец был Александр Романович Ронцов, сын графа незаконный, получивший усеченную фамилию. История довольно любопытная, красивая, порочная в духе того времени. А мамой моего предка была Елизавета Денисиевна Брокетт. И теперь немножечко о моей работе по идентификации, потому что период начала XVIII века довольно трудный. Там еще, как говорится, практически у амбургера, ныне упомянутого, ничего нет. Википедия, публичный ресурс, говорит нам о том, что у графа Романа Илларионовича Бородцова было много детей, а потом, когда он обдавел, он завел себе невенчанную незаконную супругу, так и не оформил отношения. Как тут написано, англичанку. Англичанку Левзалету Брокетт. И этим детям посвящал очень много внимания и своих имений. А слева маленькая фотография, точнее, вот тут и более увеличенный, раскрашенный ее вариант. Как написано, это Марфа Сурбина, первая братья Долгорукова, очень интересная дама. Они много пишут сейчас в том числе. Ну как же, в 11 лет выйти замуж, а в 13 развестись, а в 17 снова выйти замуж. Вот такие были времена. А почему это, собственно, жена, первая жена графа Воронцова, с которой он прожил, прижил таких знаменитых личностей, как будущая княгиня Дашкова и так далее, и так далее. А почему же это ина она? Ну, мы можем посмотреть, что источником этой иллюстрации, точнее, ее атрибуции, является собрание Русского музея, каталог 1980 года, в котором в Русском музее это полотно и хранится. Я так полагаю, что оно цветное. Подробностей не вдавался. Но Русский музей Русским музеем, а в Русском генеалогическом обществе существовала такая исследовательница Саллина, которая занималась непосредственно Ронцовами и публиковала в нашем Русском генеалогическом обществе в сборниках материалы. Первая публикация была «Кто такие Ронцовы?» в 97-м годе. В ней, точнее, в более поздней публикации, она утверждает, что этот портрет вовсе не первой и законной жены Графа Ронцова, Марфи Сурминой, а вовсе это портрет той самой Елизаветы Денисиевны Брокер. Причем я как бы заинтересован, ведь это же моя премьера «Шесть прабабушка». Конечно, для истории России возможно, что Марфи Сурминой была бы ценнее, значит, она без портрета осталась. А вот Елизавета Денисиевна портрет приобрела. Ну, что значит атрибуция Е и Столовой? Дело в том, что Елена Игоревна Столова тоже работает в Русском музее, только не в 1980 году, а ныне. И она очень многие портреты, которые мы знаем по школьным учебникам, например, Витуса Беринга, как бы переориентировала. Оказывалось, например, что портрет от мальчика оказался портретом княгини Дашковой, а популярный портрет Лермонтова оказался каким-то немецким бароном. Просто потому, что, возможно, в советские годы не так была важна атрибуция этих портретов. Так вот, именно она посчитала, что это портрет Елизаветы Денисиевны. Таким образом, мы говорим о личности, которая изображена на полотне из Русского музея. Уже как минимум значимость придается. Так что мы выбираем точку зрения актуальную, современную. И более мне лично приятно, что вот графа Роман Эрил Иванович и его имечная супруга. К слову, супруга писала очень много писем своему мужу. Так, например, сохранились порядка двух десятков писем и к его брату, и его ответные. Она мужа именовала мой батюшка, а он ее, по-моему, дорогой друг. Вот такие были формы, где она рассказывала о жизни Ронцовок, а он, собственно, о чем-то тоже своем. Писать она умела. Причем письма, по-моему, были все на русском языке. А теперь скажем еще о том, что эта персона очень популярна в культуре. Например, недавно вышел сериал, который называется «Тайная миссия Казанова», где во второй серии некая Елизавета Брокетт отрицательный персонаж. Что-то там крадет и прядет, а в какой-то потом серии ее пытают, и она выдает, что она украла. Естественно, сюжет фильма был составлен на основании каких-то открытых популярных источников. Но вот незадача. Вот тут немножко описывается, кто она. Она обвинялась в краже автографа. Но это уже популярная современная культура. Также вот в книгах пишут одно и то же, как правило, что родилось четверо детей. Так кто же был ее отец? А Денис Брокетт – это тоже непростая личность. Это придворный садовник при Петре Первом и при Екатерине Первой, который, если верить энциклопедиям, под революционным, еще чуть ли не стоит у истоков всего того, чем знаменит наш город в плане дворцово-парковых ансамблей. Потому что люди, когда приезжают в Санкт-Петербург, перед всего едут в дворцы петербургские, например. И именно Денис Брокетт или Дени Брокетт был одним из тех, кто эту культуру садовую на Санкт-Петербурге привил. Так вот, как же связать две такие красивейшие истории садовник Петра Первого и жена графа французов? И ведь она же англичанка. Вот, например, в книжке, прошу прощения, в кандидатской исторической диссертации она называется англичанкой. Как у француза дочь может быть англичанкой? Это же псорг. У француза дочь, скорее всего, француза. Вот в другой работе пишут, что из-за этого это сожительница Романа Глайдоновича, дочь французского садовника. Потому что я, например, не являюсь профессиональным историком и свои открытия, которые веду в генеалогии, публикую в открытых источниках. Может быть, кто-то эту гипотезу меня почерпнул просто с копиром. Не знаю, может быть, это где-то прямо указано, что она дочь садовника. Во всяком случае, идею эту я тоже не создал, а получил от родственницы, которая на два поколения меня старше, и тоже потомок этого рода, а я просто развиваю дальше. Итак, есть выписка из Купчей «Каменный дом Елизаветы Денисиевны Брокет», который находился во второй адмиратейской части по столярной Мещанской, затем третьей улице. Это архив РГИА, где написано, в частности, что Елизавета Брокет французской нации, но при этом санкт-петербургская уроженка. Вот французской нации, не знаю, имелось ли в виду подданство или национальность, но так или иначе, в 1793 году некая Елизавета Денисиевна француженка продает дом в Санкт-Петербурге. Графа Воронцова тогда уже не была в живых. А при этом в Медушах, это часть воронцовского имения, доставшейся Ранцовым, присутствует Елизавета Денисиевна Барыня. То бишь, она пережила своего мужа и жила в этом имении. Может ли быть одновременно Елизавета Денисиевна англичанка, Елизавета Денисиевна Брокет француженка в том же самом статусе, в те же самые годы? Очень сомневаюсь. Полагаю, это одно лицо. Полагаю, атрибуция ее, как англичанки, не верна. И источник на нее тем более не указан. Ну, тут несколько моих оригинальных исследований и выдержки из метрических книг Церкви села Медуши, где Елизавета Денисиевна присутствует, но еще и Елизавета Крестьяновна. Некая барышня Медушской мызы Елизавета Крестьяновна. То есть Елизавета Денисиевна один раз была восприемницей у дворовых людей, а Елизавета Крестьяновна аж много раз. Причем она наднименуется то барышней, то бароней мызы, то дворовой барыни. Один раз даже ее именовали просто в конце уже дворовой девкой. То есть Медушской мызы дворовая девица Елизавета Крестьяновна. То же самое ли это, что Елизавета Денисиевна или нет, я не знаю. Может быть, отца ее, Дениса Брокета, звали Денис Крестьяновна, и она иногда одним отчеством именовалась, иногда другим. Это загадка. Но то, что это какая-то помещица, и то, что она явно какая-то иностранка, и тоже живет в Моизе, явно связанная с Транцовым, факт. Не знаю. Вот пример базы амбургера, о которой был предыдущий доклад, который упомянут Андрей Брокет, как тоже садовник, но в более поздний период, Андрей Денисович, то бишь, явно сын того садовника, пошедший по стопам отца, и находящийся в Масле, в Слободе. Я, к сожалению, нигде больше не встретил информацию о семье этого Андрея, но очевидным образом это брат или доверие. Ну и, наконец, был такой французский архитектор Жак Брокет, может быть, однопамилец, но по мнению некоторых исследований, их я недавно нашел, что это были два брата Жак и Денис, то есть Денис и Яков Брокет, которые приехали из Франции вместе. Один садовник, другой архитектор. Их часто путают, потому что не всегда указано имя инициал. Ну, тут некоторые выдержки. Очень важен здесь оказался для меня такой источник, как оцифрованные книги и публикации Российской государственной библиотеки в Москве. Удивительный источник, который может за несколько часов изменить все ваше родословно. Я пока готовился к этому докладу, мобилизовал свои психологические усилия и нашел очень многое. И вот получилось такое древо. Вот, Елизавета Денисевна, граф Роман Илларионович, Андрей ее брат, отец Денис, у Дениса брат Жар, которого здесь я не добавил. И еще, ну, мне как потомку хочется, конечно, побольше предков этой семьи, поскольку хочется узнать, где они жили во Франции, чем они занимались и так далее. Вот. И в одном из документов я даже нашел, что у садовника была теща Анна Марин Петровна. Ну, из этого я сделал вывод, что отца ее звали Пьера, соответственно, там, прадедом, не знаю, Денисовной, был некий Пьер. Но это очень малое, так сказать, дополнение к генеалогическому требованию. Вот. Ну, тут разные истории о Денисе Брокете, в том числе, как раз, вот, приводится пример в Екатеринговле его сад, и чем он был знаменит. Объекты архитектор Яков Брокет, садовник Денис Брокет. И самое интересное я нашел в книге Аллы Юрьевны Михайловой «Французские художники», где она говорит, цитируя какой-то или архив, или книгу, я не знаю, что его величество, то бишь, французского монарха, гардинера, то бишь, королевского гардинера, то есть садовника, именем Дениса Брокета, живущего в Париже на Орлеанской улице, в приходе церкви Святого Медара, учинить с ним контракт. Именно обязуется помянутый Денис Брокет ехать в Санкт-Петербург немедленно. Ну, насколько я понимаю, поехал он все-таки не сразу, поскольку успел почему-то еще и брат своего взяли, или позже перевез. Но этот садовник, получается, придворный французский, то есть придворный. Тоже очень интересно. Но, к сожалению, вот у меня с географией Парижа рубежа 17-18 века не очень хорошо. Церковь Медара я нашел, но она не на Орлеанской улице, потому что в плане Парижа Орлеанская улица, если сравнить, то они на разных берегах сены. Поэтому у меня проблемы возникли с дальнейшей генеалогической генезинфикацией предка. Но уже есть его брат Яков, так что неплохо. Что еще хотел отметить? Много дореволюционных источников про Дениса Брокета. Его называют знаменитым садоводом при Анне и так далее. И еще интересно, что в архиве РГАДА древних актов тоже есть документы о Денисе Брокете. Архив этот, спасибо ему большое, ограниченное время разместил свои описи в портале Яндекса, что мне позволило найти по субу Брокет шифры этого дела. Через два месяца контракт долго расторгнут и больше никто в РГАДА пока по поиску названия дела найти не может информацию. Но буду искать. А это из того, что я лично посмотрел о садовнике. Это дело 1722 года, где упоминается его та самая теща. Я долго не мог понять. Надеюсь, что наше мероприятие, которое организуется, вроде как, упоминалось, консульство Франции, кто-то поможет прочитать. Но теща, которая подписалась за своего зятя, который отсутствовал, а его в чем-то обвиняли, вообще Денис Брокет был человек достаточно интересного характера. Например, он на другого садовника написал донос, что тот, дескать, заказал вместо культурных саженцев обычные дикие деревья. То есть коррупция тогдашняя была. А потом этого садовника оправдали. Это я прочитал в одной книге. А здесь говорится, что на него самого кто-то написал жалобу, что он с мужиками попал в лодке от этих дворцов куда-то там отдыхать. И теща пришлось за зятя отдуваться. Спасибо ей большое. Я поместил таким образом ее в генеалогическое древо. Так как же ее звали? Она подписалась и звали ее как? Что вы можете прочитать? Анна правильно. А второе слово? Птары. Анна Птары. То есть если у нее была фамилия то явно не Брокет она же мать его жены соответственно фамилия еще одна. Ну я подумал что это Анна Мария и все. Потому что по-русски ее называли Анна Мария Петровна. Ну и в завершении доклада я скажу что пытаюсь сейчас используя сайт FamilySearch где индексированы метрические книги Франции сопоставить моих Брокетов значит с теми Брокетами которые там есть не знаю что у меня получится вроде как генеалогия расширяется но это одна из главных проблем соединения здесь стан поскольку иногда удается соединить иностранцев а иногда нет и соответственно удается обогреть свое древо или нет вот на этом мой доклад завершен большое спасибо за внимание если вопросы есть то ответить большое спасибо есть ли вопросы к докладчику есть только шлание не так быстро в следующий раз мы не успевали читать так интересно отправлю презентацию вам лично у меня такой вопрос вы кончили идеи обратиться к метрическим книгам метрические книги все сохранились во Франции да то есть по каждой книге вы найдете всех прихожан это как бы сулит вам какие-то открытия эти книги не просто сохранились но усилиями людей они индексированы они уже можно вбить в базу написания фамилии и поискать вот уже по конкретному и вы собираетесь это делать ну я уже пробовал это делать раньше но у меня не получилось не было тех Дениса в Гроке но теперь я знаю что был еще брат Жак может по Жаку удастся может книга о рождении Дениса не сохранилась или кто-то другой там может быть может быть тихие родители или ну я же не знаю родители там может фамилия присутствует если это просто в Гроке меня же не будет если бы он был Денис Петрович хотя бы они все фигурируют просто как Жак и Денис соответственно нету их отчества соответственно мне не за что зацепиться то есть вот это и есть проблематика а так конечно там пару друг поколений вот тем более он был придворным садовником соответственно он мог быть нанят а сам происходить из другого региона или вообще из другой страны и быть действительно англичанином то есть это требуется еще раз добыть эту информацию но да эти книги и немецкие и австрийская империя и французская не просто выложены в сеть но еще и индексированы и доступны для поиска мне кажется что вы не упомянули в своем докладе фамилию Ржевудский вам эта фамилия что-нибудь говорит дело в том что Ржевудский и сам и в компании с какими-то французскими коллегами он создал подробные слова о французах в России если вы эту книгу не смотрели она настолько толстая и подробная и настолько он сам по себе и они вместе добросовестные исследования то может быть у них что-то найдется то, чего вы не ожидали но это фамилия если запомните фамилию Ржевудский она по-моему только на французском языке вышла но в нашей библиотеке она есть он был наш коллега и сейчас так сказать мы помним его держим в связи желаю успеха в любом случае у вас как бы очень масса загадок которые надо решить спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok